Более 35 тысяч экспертиз и исследований провели специалисты комитета за 2017 год. Подавляющее большинство выполнено по инициативе правоохранительных органов. Однако услуги на платной основе востребованы и среди населения. Самые популярные исследования маркировочных обозначений транспортных средств и генетические экспертизы по установлению спорного родства. В течение прошедшего года экспертам Брестской области назначено более 36 тысяч экспертиз и исследований. При этом в сравнении с 2016 годом мы наблюдаем уменьшение этого количества на 11 с лишним процентов. Главное в этой части не абсолютное количество выполненных экспертиз, а то, что нам удалось удовлетворить потребности заказчиков, органов уголовного преследования, судов в выполнении экспертиз в полном объеме. Все экспертизы проводятся, нормативно установленные сроки проводились. В рассматриваемом периоде только одна экспертиза экономическая проведена в срок свыше 30 календарных дней. 2018 год – пятый с момента основания комитета. Это первый важный рубеж, когда можно подвести определенные итоги, внимательно проанализировать, что удалось, а где необходимо еще доработать, усилить, исправить. Соревнование в нашем случае быстрее, выше, сильнее. Оно несколько, наверное, неправильно. Наша задача качественная и в срок выполнять свою работу. Поэтому и нацеливаем сотрудников нашего комитета на выполнение своих обязанностей в полном объеме и с высоким качеством. Решение поставленных задач напрямую зависит от уровня профессионализма, грамотности и ответственности сотрудников. К слову, вопросам повышения квалификации специалистов в ведомстве уделяют большое внимание. Не стал исключением и 2017-й. Порядка 40% от общего числа экспертов прошли ту или иную форму подготовки, переподготовки или обучения. Мы силы распределяем во все, что называется, стороны. И на оборудование самое новейшее, которое есть, мы стараемся приобретать. И не ограничиваем возможности обучения сотрудников не только в ближнем зарубежье, но и в дальнем зарубежье. Потому что вы сами понимаете, что опыт и знания, они всегда применимы. В настоящее время ведомство проводит порядка сотни экспертизы исследований. В наступившем году список будет расширен. К примеру, совсем скоро в регионе начнут проводить лингвистические экспертизы по фактам оскорблений. Сегодня ведется подготовка специалистов. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Лугов, кинотелекомпания БУК-ТВ.